С 24 марта временно приостановлена работа всех спортивных объектов, включая фитнес-клубы на территории Подмосковья. Как сегодня проходят тренировки? Узнаем! У нас есть инвентарь. Гречка, более дорогой инвентарь и перловая крупа, дешевый инвентарь. Отлично. Взяли перед собой. Угол 90 в локтевых суставах, колени чуть-чуть присогнуты. Развели руки в сторону, соединили лопатки, подтянули живот и опустили обратно. Развернули. Я вам показываю спину, локти назад не уводим и соединяем снова. И 8, и 7. Почти у каждого найдется парочка лишних пакетов с гречкой. Они могут стать отличным спортивным инвентарем. Кстати, чтобы заниматься спортом в эти дни, самое главное – побороть лень. Карантин расслабляет. Вот только сдаваться фитнес-инструкторы не советуют. Мы все вышли из зоны комфорта. И те, кто подвижный, кто любит спорт, мы можем делать спорт из всего. Мы можем заниматься где угодно. Мы едем на дачу, будем заниматься с лопатой. Будем копать картошку – это тоже будет фитнес. То есть мы найдем выход из любого положения. Нас не побороть. Тренажерные залы пусты. Одиноко стоит инвентарь. Карантин – вынужденная мера. Руководители фитнес-клуба ради безопасности и здоровья своих гостей готовы сделать все. Например, перевести занятия в онлайн-режим. Мы продолжаем работу. Это самое главное. Конечно, мы ограничены. Но сейчас мы вещаем через онлайн. Стараемся максимально полно и подробно предоставлять контент на спортивную тему, чтобы люди знали, что мы с ними, что мы их не оставили, что мы продолжаем тренировки, что лето все равно наступит. И всем нужно быть в форме, а главное – всем нужно быть здоровыми. Возможность посещать групповые и индивидуальные тренировки многие восприняли с восторгом. Подготовили комнату для занятий, установили планшет и уже через интернет-пространство общаются с тренером. Лилия старается не пропускать ни одной тренировки. В новом формате заниматься непривычно. Но все же лучше, чем просто сидеть на диване и смотреть телевизор. Сначала была попытка скачивать какие-то ролики с ютуба и делать это просто по записи. Но это не настолько интересно, как когда тренер с тобой. Ты понимаешь, что человек там это делает, ты здесь это делаешь. Поэтому это подстегивает. Все не бросать и не уходить. Подстегивает не только любителей фитнеса, но и профессионалов. Инструкторы чувствуют поддержку даже через экран смартфона. Делаем все возможное для того, чтобы населению было комфортно и мы не хотим растерять вот этот контакт с клиентом. И вообще они уже стали нашими друзьями, поэтому мы просто обязаны быть все вместе. Ольга признается, такой тишины в фитнесе еще не было. Теперь жизнь клуба кипит, но пока только в интернете. Все соблюдают режим карантина, а это значит распространение вирусной инфекции будет не таким стремительным, как в странах Европы. Вместе мы сможем преодолеть этот кризис, чтобы жить привычной жизнью. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».